Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1480. Событие дня. Откровение 1, 17-18. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. И живой, и был мертв, и все живы во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти. За 31 декабря 2019 года. Это обращение староста, просьба помочь приобрести комбайн. Я буду быстро проводить, тут можно затормозить курсором. Вот, Абригорь, тут 4 ролика, посмотреть можно. Вот так. Вот так. Да, и внутренний мир человека. Екатерина Голубева просит. Никита выставил 2 ролика, как он в магазин ходил, все покупал. Я смотрел все, что он покупал, у нас все есть, мы на это копейки не тратим. А тут надо ходить, ну, на 2, на ужин, на обед, там он сготовил и все. Труднее. А у нас картошка своя, морковка своя, все свое, лук, вот что он там покупал. Рыба, и рыбы нынче сколько было. Ну, считай, до Нового года дотянули. Закупается. Вот так. Владимир один пишет. Игнатий Тихонович, я очень рад за Володю Пащенко. Слушал его проповедь в больнице. Молодец. Зря рядом с вами не пробыл. Моя жена рядом находилась и слушала. Тоже говорит, что, Володя, как вы проповедуете? Я смотрю, что моя жена тоже за вами наблюдает. Помолитесь ради Иисуса Христа за Владимира и Эльвиру. Спаси Христова. Да еще хочу адрес узнать, где Евангелие присылает бесплатно. Хочу раздавать людям. Вот ему надо послать. Еще вчерашний день перед Новым годом. Спокойно было. С утра вытащил Володю машину эту снегочистительную. Ну, я все заснял, показал. А я еще сижу дома. Разбираюсь с тем, что идет. Сегодня у меня как рекордное число роликов было поставлено за один день. 55 роликов. Вообразите, что это такое. А то, что раскубарили у меня склады. И теперь все оттуда выносится. Склады. 4 124. Вопрос, это столько роликов будет. Думаю, тысячи уже раскубарили. Ну, вот там просила. Екатерина уже один прислала ролик. Я не смотрел. Ночь включить нельзя. Такая ночь была. Если брать за 31-е хлопушки. Жгут. Откуда это взяли такое? Что нужны эти фейерверки? Под Новый год. Сейчас я покажу. Это определенные стихи. Новый год. Вот какие тут у меня на Новый год. Ну, это не все. Ну, которые маленько-то. Новый год. Так, сейчас, вот, минуточку. Новый год. Почему-то у меня тут нету его. А, вот она. Иисуса Новина, 14, 10. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Второе царь, 22, 44. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня. Новый год. Мяукающий кот. Еще завязанный в мешке и неизвестен. Беснуется и празднует народ. Жует и пьет, пока бурьюк не треснет. Чему же радуются даже самые нищие? Быть может, благодарность Богу шлет, что не сгорел, удачно крошки ищет, рыбачий не ушел к весне под лед? И отчего мечтаниям рады и там, где кошелькам работы много. Быть может, благодарность и гирлянда, что так удачно отшагали ноги. Да нет же, не о том у всех забота. Забыты утренние пресные подарки. Но радость ожидания чего-то таинственного, лучшего, чем в старом. Так каждый год нас поздравляет род. А сердце отупело не вещает, что дать ей нечего. Как шло, так и пройдет, коль слово не было положено вначале. Вначале было слово, а потом творение света, доброты, довольства. Не захлебнуется бы молитвой и постом, когда на брачащихся закрепляют кольца. Христос благословил прошедший срок. Приемлю скрытая, как самая по мне. Приватизирую горесть и урок в знамении пальцы, сжатые во сне. Мой фейерверк поклонов Иегове высвечивает прошлое смирением улыбкой. Каким бы будущее ни было суровым, Христос желанный друг, не золотая рыбка. Мой Новый год, уже стираю пот, держу уверенно в писании прожектор. Подарок благовестию 12 пар сапог. Олень корысь и трусись под запретом. 1 января 2005 года, 15 лет назад написал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, Распространил пределы мои, И рука моя была со мною, охраняя меня от зла, Чтобы я не горевал, И Бог не спасал ему, чего он просил». Вот такое стихотворение на Новый год. Календари меняем каждый год, Чему-то радуемся, с чем-то поздравляем, Что вроде счастье новое грядет, Спознаемся, как будто с королями. Мы временные морщи сознаем, Но несерьезно так мелькнет лишь тенью. Отпущенное время ночью и живым днем Ведишь и календарь иным заменим. Уж столько писано о краткости житья И невозвратности периода в пространстве, Серьезнейшем, главнейшем все шутя, По-ровному ощащей больно трясткой. Как ныне помню, прожил 25, Сознание тряхнулось, сильно испугался, Не остановится, не то чтоб чудом спять, Не уместишь года, смеясь на пальцах. Потом саднящее заглохло, отошло, И четверть века снова накрутило, Бывало всякое, а больше тяжело, Разжечь успел, трудясь свое кадило. Скажу открыто всем, не по секрету, Вторую четверть века жил уже с Христом. Христа Иисуса на распутье встретил, Совсем иной в душе пошел настрой. Глубинная, со смыслом неземным, Отстала суетно и охватила жаром В духовном новолетии среди зимы, Обогащен Христом и совершенно даром. Мой календарь с подвижным бегунком, Я сам толкаю бегунок к концовке, Осталось полчаса, Избудем целиком, И, кажется, все гост проборились мы ловках. Близ полночи к колене преклоняю, Двенадцать месяцев Бог миловал, терпел, Страну спихнули в кризисную мялку. Грозит развал Китай, Исламский храбрый перл. 31 декабря 2008 года, Игнатий Лапкин. Это вот такие стихотворения, которые можно ознакомить, Другого времени подходящего-то и не будет, может быть. Вот так, Новый год. Иеремия 9.24 «Но хвалящееся хвались тем, Что разумеет и знает меня, Что я Господь, творящий милость, Суд и правду на земле, Ибо только это благоугодно мне говорит Господь». 1 Коринфон 5.6 «Нечем вам хвалиться, Разве не знаете, что малая закваска Квасит все тесто? Всю ночь полили в небо фейерверки, Справляли Новый год и бесновались, Но жизнь и в свете оставалась серой, Не просветлела изнутри немало. До туч всплывали сполохи ракет, Гирляндами катились к горизонту, Кому-то в этот час подкатит смерть, А она пока что царствует на троне. Чего уж праздновать при полном поражении, Все остается так же, как вчера, Все суета-сует, Вращается сей жернов, Раздует пепел, Нашего костра. В одни побед салют не умолкает, За столья ломятся, Ограничения чужды. Дней и годов Не задержать мелькания, И видят в них Лишь внешне, наружно. Помолимся, Чтобы взглянуть вовнутрь И в страхе отшатнуться, Столько мрака. Насколько же глубока И беспробудна дурь У каждого безбожника на грядке. Кто осознал нещемность пустоты, Приобретенное богатство и счиславие. Там вожделением пришла пора остыть, Не жить с гаремами По образу ислама. Быть осянным нужно изнутри, Признать главенство у души и над телом, Считая Библию, В себя тотчас смотри, Как мы желать, И в помыслах, В мыслях не посмели. Столб огненный над станом, Житием отчет начнется От рождения свыше, Контроль над тем, Что выпью, что съем, Делиться тем, Что самому не лишне. Такое праздновать приятно С Иисусом. Передний угол гостю, Ковсажу, Пусть истинный тернист И очень узкий, Светлей прожектора У лампы абажур. Первый января 2007 года. Игнатий Лапкин, Псалом 115, 8. Тебе принесу жертву хвалы, Имя Господне призову. Иоанн 2, 10. А я глазом хвалы Принесу тебе жертву, Что обещал исполню У Господа спасения. Вот пока этих стихов хватит, Другие тут помешали. Так. Ну вот так и все, в общем-то. Ночью тут хлопало, Я встал, еще не было 12. Самый момент тут все, С полохами было. Прошло.